Среди участников федеральные министры и главы регионов, в том числе и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как отметил президент, собранный урожай зерна, овощей и сои позволит закрыть внутренние потребности страны. По прогнозам вырастет и производство мяса скота и птицы. Вместе с тем в этом году почти наполовину снизился объем импорта сельхозпродукции. Путин призвал агрария в страны воспользоваться ситуацией. С введением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран отечественной АПК, а мы об этом постоянно говорим в последнее время и правильно делаем, что говорим. Это нужно подчеркнуть, нужно, чтобы мы все понимали, что у нас появился дополнительные возможности. Можем дать дополнительный импульс для роста, для укрепления позиций на национальном рынке наших сельхозпроизводителей. Но хочу сказать то, о чем уже говорил неоднократно. Это окно возможности когда-нибудь тоже закроется. Поэтому нужно, потому что рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон, они все равно когда-то заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы твердо встать на своем собственном рынке. По мнению Вениамина Кондратьева, поддержать сегодня нужно в первую очередь личные подсобные хозяйства и фермерства. Одна из главных задач для руководства края – решить вопрос сбыта сельхозпродукции. Что касается жатвы этого года, то с кубанских полей уже собрали почти 10 миллионов тонн зерна. Это на 600 тысяч тонн больше, чем в 2014-м. Ожидают и высокого урожая овощей. Продолжается уборка ягод. Результат уже превысил прошлогодний – почти полтысячи тонн. Сейчас краевые аграрии сеют озимые культуры и готовят почву под урожай 2016 года.